06 06 10 2017 поехали я хотел бы продолжить вот эту тему до двух генералиссимусов да какой вот генералиссимус настоящий джугашвили и александр васильевич суворов поэтому вернул крым в этом разговоре мы вышли на министр печати гельцина миронова который хочет слить крым бандеровцам слить кровь александра васильевич суворова ну значит вот внуком полицаев и вот как бы входим вот прошлых передач я рассказывал позиции соловьева вот интересно что вот после предыдущих моих как бы рассказа астанкевич и как он джугашвили в церковь очень неудобное положение фактически доказал но он не довел мысль мысль юридическую довел я что в девяносто третьем году они пытались совершить переворот не против как бы гельцина а против народа россии который провел референдум о чем о чем что а референдум ну если в двух словах он был за то что коммунизде нам не надо а будем продолжать строить рыночную экономику ну или как коммунисты безграмотные джугашвили все называют буржуазные но вот значит у нас такой вот есть миллиардер соловьев да он на телеканале все время работает мосты организовывал но он еще по совместительству вроде как джугашвили лиц какой-то коммунист который ко все время будирует вот эти вопросы как хорошо нам было при джугашвили вот вот рассказывает приглашает он все время поэтому вот как правило я наблюдая ну как бы вот материалы мои отслеживаются и я наблюдаю реакцию мгновенно и вот эта реакция последовала тут же вот поняв свои как бы промах соловьев тут же убирает депутата станкевича того самого станкевича который как я уже рассказывал когда собрался съезд коммунистов при горбачев еще они значит базарили о чем угодно пока станкевич не вышел и сказал что в прибалтике идет фальсификация выборов в том что осуществляется тихий майдан и но после этого его вызвали куда-то в колуар объявил горбачев объявил перерыв и потом этот вопрос за зачухался то есть и не возникал вот как бы видимо старость не радости и соловьев то ли забыл что вот станкевич вдруг может вот так взять и вытащить карту у него хорошая память и он как бы вот так вот испортил с этим референдумом всю картину соловьев могут соловьев этот раз все обустроил несколько иначе он пригласил ну таких замшелых завзятых джугашвилевцев стариков проханов ну вот всю когорту так сказать собрал и дальше вот этого надежды жалкого вот просто из которого слабоумие вот ну из каждых пор вот это вот впечатление у привел после к его лучше бы он привел и это было бы куда более так сказать и на дебут но надо же забирать и вот население да и вот значит там вот такая фигня ну и конечно у этого надежды на какие-то он не может не аргументов горит но мы совершили переворот какой переворот ну какой ну это же слабоумие что я же пояснял вот вот как бы что народ является высшим носителем власти он в сто раз выше стоит как бы президента всякого там парламента любой парламент который пытается против референдума что-то сделать должен быть арестован и бы то это хорошо я почему а мятежники которые против референдума не здесь а никакой пощады никакой пощады этим джугашвилевцы я еще раз хочу подчеркнуть мне очень жалко ребята патриотично настроенных и все бракашовцы но это единственное кого мне жалко в этой истории и бракашов по своему ну как сказать недальновидности что ли скажем так мягко втравил за все вот это ведь и вот если бы я вот предполагаю вот эти действия военного характера явно да ну это надо быть слабоумным чтобы не видеть вот это тема к макашовский коммунистике там руководили уже но захватывали здание ну и еще чуть-чуть учу ждать то вообще был вот но бы еще носила если бы какой-то генерал ну там пиночет лебедь еще какие-то сказали что а мы как бы выступаем не за за какой-то коммуниздию колхозе а с борьбой с коррупцией вот это бы могло бы и мы конкретно не собираемся никакие положения конституции незаконно менять насиловать конституцию да как вот это хорошо показал станкевич да а собираемся просто произвести арест одного коррупционера это может пусть и высокопоставленного это может даже генеральный прокурор собственно говоря ну в нашей стране это как бы невозможно вообще в каких-то странах может генеральный прокурор написать что же касается зорькина ну я вот хочу сказать ну вот наша судебная система потому при наличии достаточно хороших судей и не работает потому что вот и и возглавляют вот такие люди которые что удобно что он взял да и подписал все вот эти вот бумажки которые незаконно коммунисты в думе там начали вот выдумывать вот так менять как там себе надо так сказать я как бы считаю что вот ну пост понимаете да вот неудачно вот выбрали ельцина опять коммунистов опять вот это вот сработало но это единственный коммунист который соглашался вообще на выборы и те остальные включая горбачева считали на народ быдлом которые не достойны золотушных коммунистов выбирать это должны они из своей среды так как вот они там собирали свои съезды и последний горбачевский съезд на то был было сборище коммунистов почему все и потерпела крах потому что эти люди проваливали будут проваливать и проваливали всегда все но в это также ну вот как бы я вот когда наблюдал вот это вот тусовка значит ты приду сиди стоят саду врут как мерены все извращают на берлой черный причем врут эти прохановцы самым нелепым образом и стоят они там свои среди придуманный гулаг да 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 придуманный гулаг да вот мы уже поверим уже дурачки вот все вот эти вот а кто вот значит как бы сломали челюсть самому великому человеку всех времен народу королеву это мы с вами потому что гулаг был придуман никакого джугашвили в ци гадости не творили пакости злодеяне это мы с вами взяли и сломали а вот сейчас на на бедных джугашвили в цовно вот забили забили академика вобилова это мы тоже с вами там как звероподобные ящик а вот наверное вы все смотрели многие фильмы ошибка резидента да и вот там играет вот такой актер жон замечательные человека это видно что по чистоте такой человек ну хотя это роль но чувствуется что в нее вложена душа понимаете человека и вот такой человек рассказывает что его вот эти вот джугашвиливцы схватили наверно не джугашвиливцы были а мы с вами это делали понимаете вот и когда он вел по коридору какие-то джугашвиливцы значит женщина там кричала только не бейте по половым органам вот лицо вот этих вот джугашвиливцев лживых вот из которых ложка гной из каждой поры сочится понимаете и ведь это живот легко если не быть совсем слабоумным дураком полным и вот как они рассказывают что они пришли с миром знаете вот все где везде они приходили там кампучия там еще ведь это же везде ну половину населения съели не раз что за чушь он несет вот это хунвейбин что вот джугашвиливцы это все хунвейбин хунвейбин и самый натуральный хунвейбин и вот они рассказывают что вот как бы они китайскую реформу провели не удивляет являет вот это потрясает то ли это безграмотность тупость недалекость дело в том что ну вот такой прямой аналог китая джугашвили это маоцидун его хунвейбин это вот чисто джугашвиливцы точно такие же если вот эти наляпали танков с двух с картонной броней т-26 да то вот хунвейбин и там сделать каждую школу заставили мартеновскую печь делать и выплавляли низкокачественную сталь вот просто вот по слабоумию но это примерно одинаковые деяния очень похожие все дело в том что вот как раз дэн сяупин проводник вот этих вот реформ китайских он как бы и был был как бы враг народа он был схвачен он сидел в тюрьме над ним издевались вот такие же хунвы и беды джугашвиливцы видимо вот на терпевший все таки от коммунисты так сказать бед он все-таки начал как-то пришел к власти некоторые какие-то реформы и даже вот жена дэнси вот этого муцудона вот там еще банда четырех была она была арестована то есть с точки зрения вот наших джугашвилицев и хунвейбин наших джугашвилицев хунвейбинов это чистый враг народа а с числе с точки зрения того кто знает этот марксизм ленина хоть немножко в отличие от прохановцы да вот это вот это еще и ревизионисты стран потому что ленин бы там визжалка сказал как капиталистические предприятия внутри социализм расстреливать этого ревизиониста закопать живьем повесить собаку и вот тут была бы такая речь у ленина и у джугашвили еще бы лучше было понимать и вот в этой ситуации просто это удивительно что удивительно что вот после этого он объявляет вот уже другой там человек но между прочим тот же самый дэнсиупин показал свою вот этот дэнсиупиновский режим звериное лицо ведь это же не просто так вот эти реформы прошли они не очень-то шли до тянем и площадь там собралась миллионы людей пришлось их давить танками коммунистов гусеницы вообще вот просто намотаны были человеческой плоти вот так вот это все и тогда уже вот коммунистическая вот это когорта поняла что надо до чего-то делать какие-то рыночные механизмы а то ведь и толпа понимаете как бы вот-вот возьмется как бы за оружие эти последствия вот этого самые ужасные для коммунистов могли бы быть вот так это 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 двигалось не потому что какой-то параханов пришел а еще и под давлением во первых пришли я как бы враги народа ну вот враги как бы не не народа а как сказать ну враги джугашвиливцы враги хунвейбином да и среди коммунистов сами ну которые тоже с кровавыми руками но которые вот допускают некоторые либеральное толкование вот этого вот всему и начали вводить элементы рыночные или как они как говорят прохановцы буржуазны частной собственность и китай резко двинулся вперед вот как бы а еще какой какие законы китай которые европа заставляет нас вот принимать другие законы у китая другие вот они ему под позволяет китай посылает всех над на три буквы сашин правильно делает вот здесь у китайских коммунистов хватило ума так сказать вот потому что видимо глупее наших джугашвилистов ну просто нету нигде вот но и там на вот этой передаче проханов визжал от ярости что кто-то ему там папа физиономии заехал ну как как эти людишки сразу меняются когда и на своей шкуре когда людей овчарками вытравили когда люди годами по 15 в нечеловеческих условиях это нормально это хорошо и он же кушал он же маленький проханов тогда обжирался в это время а вот как ему по физиономии съездил кто-то ой какой визг поднялся ой как его обидели да вот а хорошо было быть эти тебя проханов поместить бы туда хотя бы на полгодика и посмотреть те условия вот реанимировать какой-нибудь джугашвили вский концлагерь чтобы доказать вам чтобы и туда вас вместе со стариком засунуть и вот хорошо чтобы он там какой-нибудь вертухай хорошенечко а может быть даже какой-нибудь вертухая такого же да вот как был то нанять наработку сказать вот давай вот мы исторический эксперимент проводить вот это был бы здорово вот и может и нехорошие люди какие-то может и как бы может быть если чё эти дни нехорошие люди делали раньше а вот что они тебя проучили мне очень радостно вот не просто благодарность к ним вот замечательно просто папа высел мне настроение спасибо я хочу сказать вот чтобы я почему не говорю ребятам там навального там чтобы не не стать вот как а баркашовцы вот в руки попасть ведь потом сам баркашов понял что-то не так он ушел от политики он уже пусть учетать что-то он не то сделал что какие-то он знаки рисовал не те понимаете не не подумав хорошо и основательно вот я может быть этого бы не случилось вот и мы тогда встретились одним баркашовцев на площади калинина если бы он не стал там пальцы загибать я попробовал с ним контактные а если бы он начал разговаривать по человечески я уверен вот этого бы не случилось может быть и страна была бы другой но когда люди чеваница когда они загибают пальцы вот у них так все и получается вот и конечно вот если в отношении не нисколько ни одного коммунисты не жалко ни одного воздух стал чище и к и джугашилиевцев не жалко кстати говоря вот когда они это баркашовцев ребят жалко жалко и просто как бы мы наверное вот должны были оттащить их от этой вот как сказать пропасти что ли вот это будут аферы как говорится моим я думаю что многие из них сейчас понимают что это было ли чистой воды дебилизм полный дело в том что на паркашев вообще рассчитывал в этой и вообще непонятно его людей в вот высших органах власти почти не был тогда тогда выходит их просто бы поиспользовали вот как ребят николая дульского да вот как бы вот это движение белый молот там использовали все она не было антирусским ну туда строились и вот эти вот с помощью американских больших всякие вот эти вот бляхеры и березы вот эти вот кептельманы и вот вальцманы и прочие прочие турчиновые мои все и пожалуйста результат потому что с помощью денег все все можно ну не все но многое перемешать перевернуть и поставить на уши как бы вот я кратенько по этому вопросу просто нужно создание такого поля чтобы вот эти люди информационного поля как вот землю землю от враждебной радиации от вот этой вонючей вот этой вот радиации от всяких вот этих источников до вот этих защищать магнитного поля магнитное поле пропускает только фотоны света за ну которые 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 дают жизнь да а вот вредную вот радиацию защищать вот такой же информационное магнитное поле должно быть вокруг россии вот каждая ссылка переправленная вами и это вклад в то что ваше ваше как бы развитие ваше будущее будущее ваших детей будет на прочном базисе а не на то что ребенок придет в москве значит пост поставили памятник джугашвили вот посмотрю ооо 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 людоедина ооо смотри людоедно встал пожалуйста памятник тебе замечательно сколько убил русские десять тысяч иди гуляй там вот это и никто а вот миллион убил молодец тебе памятник всего ты уже тренде всего доброго